В типичном для сортировки двухэтажном доме с облупившимся фасадом уже три года работает единственный в Иванове социально ориентированный тренажерный зал. Знаковое для района место ежедневно посещает около 20 человек. Посетители здесь вовсе не похожи на держателей клубных карт больших фитнес-центров. Я как бы занимался самбо продолжительностью. Мне тренер сказал, что есть такая качалка, что здесь удобно ходить, тем более я близко живу и по деньгам это не так дорого. Поэтому я стал сюда ходить. Хожу примерно уже полтора года. Посещать занятия можно и бесплатно, но администрация просит гостей платить рекомендуемые взносы. Суммы небольшие, от 40 до 100 рублей за тренировку. В итоге в месяц выручка составляет 10-15 тысяч рублей. Деньги уходят на зарплату единственному администратору и коммунальные услуги. Самое дорогое – отопление. Долг перед теплосбытовой компанией составляет 60 тысяч рублей. Руководство опасается, что приставы могут забрать в счет долга имущество, новенькую беговую дорожку. На данный момент за летний период я еще больше начал спрашивать, искать помощи, поддержки. На данный момент благотворительными взносами нам удалось закрыть от разных юридических, физических лиц, где-то снизить задолженность до 43 тысяч рублей. Когда Николай Рубцов предложил открыть этот зал, муниципалитет идею поддержал. Город выделяет помещение на льготных условиях и ежегодно предоставляет субсидию на ремонт и закупку инвентаря. На этом поддержка заканчивается. Денег на оплату коммуналки в бюджете не нашлось. Субсидию нельзя тратить на погашение коммунальных нужд, то есть на оплату тепла, электроэнергии и тому подобного. Эту часть деятельности клуб должен взять на себя или найти какие-то другие источники, там спонсора, допустим, или еще кого-то. Муниципальных денег хватило, чтобы оборудовать в качалке два зала – женскую и мужскую раздевалки. Недавно приобрели новую полупрофессиональную беговую дорожку. На этом деньги заканчиваются, а проблемы нет. Обеспечить еще какими-нибудь тренажерчиками по просьбе председателя, ремонтик бы сделать, душ здесь бы надо. Место есть для душа, но нет, видимо, финансирования для этого. И поэтому после занятий вот так спотеешь, и помыться негде, приходится дома терпеть. За хорошей физической формой в богатырь приходят и молодые ребята, и пенсионеры, которым занятия в крупных залах не по карману. Платят за тренировки сколько могут. Занимаются здесь и живущие в этом районе люди с ограниченными возможностями здоровья. На сортировки, как говорится, больше нету. Только одно место. Если народ будет сюда ходить, развиваться, улучшится, может, еще какие-нибудь условия тут. Так из-за запрета используют муниципальные субсидии на погашение задолженности по коммунальным платежам. Единственная в городе социальная качалка может закрыться, и жители района лишатся возможности заниматься спортом в шаговой доступности. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.